Для отработки практических действий войск используется 227-й обществовой полигон Борисовский, 174-й полигон военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Домановский, 210-й авиационный полигон Ружанский, полигоны Лепельский, Лосвида, Осиповичский, а также два участка местности Витебской области – это Дрейтунь и Глубокая. Обращаю ваше внимание на то, что при определении районов практических действий войск для исключения и снятия напряженности в отношении с соседними странами нами сознательно было отдано предпочтение полигонам, находящимся на значительном удалении от государственной границы. Но и даже это не помогает. Численность личного состава участвующего в учении «Запад-2017» составляет около 12 700 военнослужащих. При этом на территории Республики Беларусь будет задействовано около 10 200 человек. 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов-вертолетов, о чем 2 августа 2017 года были уведомлены государства-участники ОБСЕ по Венскому документу 2011 года. Предстоящее совместное стратегическое учение «Запад-2017» носит сугубо оборонительный характер. Его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Учение позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства и создать условия для более эффективного обеспечения национальной безопасности, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь. Также обращаю ваше внимание на то, что по его окончанию в срок до 30 сентября личный состав вооружения, военная и специальная техника Вооруженных сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации, а группировки войск Российской Федерации вернутся на свою территорию. Мне вот интересно, о чем будут говорить дальше? Спасибо за внимание.